Здравствуйте! В эфире передача «Будьте здоровы» и сегодня ее проведу я, Варвара Москвина. Мы поговорим о болезнях суставов. Наверное, никому не нужно объяснять, насколько это важная тема. Как считают медики, одна из важнейших задач современной медицины – это лечение и профилактика артроза и артрита. Итак, в нашей студии ведущий эксперт Александр Игнатьев. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! А мы продолжим разговор на эту тему после сюжета. Раньше считалось, что суставы начинают болеть ближе к пожилому возрасту, когда эластичность тканей снижается. Теперь же данная проблема значительно помолодела, и с суставной болью сталкивается все больше молодых людей, особенно женщин. Артрит является группой заболеваний, при которых отмечается первичное воспаление одного или нескольких суставов. Причина часто кроется в нарушении работы иммунитета. Также причиной болезни может быть переохлаждение, простуда или стресс. Подобные проблемы с суставами могут возникнуть в любом возрасте, но наиболее трудный и опасный вид артрита – ревматическая болезнь – поражает людей в наиболее активном возрасте – от 30 до 50 лет. Женщины страдают в три раза чаще, чем мужчины. Если артрит не лечить, это может привести к инвалидности. Напомню, что во время передачи работает телефон горячей линии, и наши специалисты ответят на любые ваши вопросы. Александр, в сюжете прозвучало, что болезни суставов сильно помолодели. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? С образом жизни современных людей. Мы стали жить гораздо быстрее, но при этом двигаемся очень мало. Гипотинамия – бич современного общества. Александр, как известно, собственных сосудов у хрящевой ткани нет. Это таким образом получается, что если лишить их кислорода и питательных веществ, которые подводят к ним сосуды, то наши суставы полностью обесточатся. Таким образом, да? Да, в этом-то и самая большая опасность. Со временем, с возрастом суставы теряют, как я сказал, эластичность. Костная ткань истончается. В принципе, нагрузки, которые переживают наши суставы, достаточно велики. Особенно в летний период, в активный период отпусков, например. И когда к ним не поступают питательные вещества, кислород, начинается процесс, который, можно сказать, звучит очень страшно. Суставы атрофируются. Помочь здесь можно только какими-то комплексными методами. То есть, воздействовать не только на то, чтобы как-то избавиться от болей в суставах, а надо воздействовать еще и на сердечно-сосудистую систему, чтобы восстановление происходило и в том, и в другом направлении. Иначе все будет бесполезно. Как раз сегодня я и хотел рассказать о новой современной методике, которая оказывает комплексное воздействие и на суставы, и на сосуды, которые поставляют, собственно говоря, к суставам питательные вещества, кровь. Современные научные силы, врачи сейчас как раз очень жарко обсуждают на всех медицинских конференциях так называемые медицинские стельки или, иначе говоря, медно-цинковый активатор. Это то самое современное средство, которое способно воздействовать одновременно и на опорно-двигательный аппарат, и на сердечно-сосудистую систему. Что ж, а я предлагаю посмотреть небольшой информационный сюжет про медно-цинковый активатор. Веками в странах Востока применяли массаж сток для лечения многих хронических заболеваний и улучшения состояния здоровья вообще. Ведь ноги, согласно учению йогов, это распределительный щит человеческого организма, и можно реально воздействовать на любой орган, если знать схему этого щита. На подошвах и пальцах ног находится множество важных биологически активных точек, рецепторов и нервных окончаний. Эти точки и есть те самые проекции внутренних органов, через которые и осуществляется воздействие на них. Так можно простимулировать практически каждый орган человека. Через топу можно управлять здоровьем. Медно-цинковый активатор выполнен по специальной запонентованной технологии с применением уникальных S-технологических вставок и специальных S-зонностимуляторов. За счет этого оздоравливающие стельки оказывают наиболее активное влияние в так называемых зонах организма, которые отвечают за восстановительные функции и процессы. То есть обеспечивается снятие боли, в том числе устранение мышечной боли в шее, спине, в пояснице, в позвоночнике, снятие отечности и ригидности, устранение дискомфортно. Соответственно, проходит стянутость. Ощущение того, что наверняка знакомо многим нашим телезрителям, когда суставы горят. Но это лишь внешние проявления воздействия. А на самом деле действие оздоравливающих стелек направлено гораздо глубже на устранение патологических и дистрофических процессов, на устранение причин заболевания наших многострадальных суставов. Как известно, с возрастом прекращается естественная подпитка суставов, и они разрушаются с удвоенной скоростью. Да, суставы со временем, безусловно, стареют, теряют эластичность от нагрузок, от различного рода инфекций, болезней. Но, вы знаете, проблема не только в этом. Чаще всего боли в суставах возникают на почве того, что есть проблемы и с сердечно-сосудистой системой. И вот это действительно очень опасно. Такие заболевания сердечно-сосудистой системы, как гипертония, атеросклероз, приводят к тому, что на внутренних стенках сосудов возникают атеросклеротические бляшки. Со временем они становятся больше, то есть кровоток становится все, наоборот, меньше, и в итоге совсем прекращается. Таким образом наши и суставы, и другие органы перестают получать нужное количество крови, с кровью кислорода и питательных веществ. Это можно сравнить с тем, как будто бы вы нырнули на глубину, а вы нырнуть не можете. Вы пытаетесь вдохнуть, а не можете. Вот то же самое испытывают и наши суставы, когда к ним не поступает кровь. И к нам поступили первые вопросы от телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Ирина Степановна. Мне уже 67 лет, и меня давно мучает артрит. Два месяца назад оказалось, что к нему присоединился еще и деформирующий артроз. А это сильные боли, суставы опухают, буквально горят. Больницы сказали, что болезнь уже запущена, и теперь восстановить здоровье будет очень сложно. И правда, последние несколько лет только и делаю, что лечусь, а ничего не помогает. Да, и таких примеров очень много. Поэтому очень важно начать восстановление сразу, уже сейчас. Ведь что произошло в случае Ирины Степановны? У нее нарушился обмен веществ, ускорилось отложение солей, кристаллов мочевой кислоты. И вот уже образовались наросты, шипы, которые деформируют, нарушают работу суставов. И врезаются с каждым шагом, с каждым движением. Разумеется, это больно, но дальше хуже. Развивается воспаление, которое со временем обязательно перейдет внутрь сустава. Из-за этого может разрушиться хрящ, и сустав деформируется. Многие телезрители говорят, что занимаются восстановлением суставов. Но им ничего не помогает. Объясните, пожалуйста, с чем это может быть связано? Почему так происходит? Как раз в начале передачи я и говорил о связи с болеванием суставов и сердечно-сосудистой системы. Всем известно, что эта связь очень тесная. Как я говорил, если питательное вещество, кислород, содержащийся в крови, с этой кровью не поступает к суставам, то принимать какие-либо таблетки, как-то воздействовать на суставы отдельно, бессмысленно. Может быть, даже и это принести какой-то дополнительный вред. Именно поэтому комплексное воздействие, которое обеспечивают оздоровительные стельки, настолько важно. Но это комплексное воздействие, оно идет и по линии суставов, и также оно воздействует на сосуды, обеспечивающие эти суставы кровью, питательными веществами, кислородом. Уплотняется хрящевая ткань, возвращается эластичность. Очень много процессов нормализуется при применении медно-цинковых активаторов и в суставах, и в сосудах. Людям, у которых такие заболевания, как полиартрит, коксартроз, подагра, ревматоидный артроз, остеохондроз. Просто очень показано применять вот этот медно-цинковый активатор. А у нас есть еще звонок. Здравствуйте, это Сергей Анатольевич, мне 62 года. Давно мучился от болей спины, пользовался мазями. Не помогали я на какое-то время снять неприятные ощущения. А вот недавно слеп. Пришлось идти к врачу. Был очень удивлен, когда поставили диагноз остеохондроза. Объясните, как это возможно. Заранее большое спасибо. Телефон горячей линии 458-44-42. Сергей Анатольевич, к сожалению, в большинстве случаев боль в спине – это явный признак. Именно остеохондроза. Но ничего страшного. К счастью, медно-цинковый активатор – это тот самый метод, который может обеспечить избавление от очень многого того, что испытывают люди при остеохондрозе. От болей, от неудобств, от дискомфорта. И дать возможность почувствовать снова силу, здоровье. Телефон горячей линии 458-44-42. Механизм действия иммуно-активатора с медно-цинковыми вкладышами прост, как все гениальное. Существует древняя теория о том, что в организме в результате дисбаланса потоков энергии начинают происходить серьезные нарушения. И если их не устранить, проблемы становятся необратимыми. Посмотрите, эти биостимуляторы сделаны из особого дышащего материала. Внутри них специальные вкладыши – из меди для правой ноги и цинка для левой. С помощью них между правой и левой ногой возникает разность потенциалов – так называемый гальванический эффект. Таким образом и гармонизируются нарушенные энергетические потоки. Плюс стимулируются проекции всех органов и систем организма. Человек поместил иммуно-активаторы в обувь, обулся и пошел по своим делам. А иммуно-активатор работает. Животворящие импульсы идут от активных точек стоп во все органы и ткани. Человек занимается своими делами, а биостимулятор незаметно делает его более здоровым. С утра до вечера вы можете использовать медно-цинковый иммуно-активатор с любой обувью. И совсем скоро вы с удивлением заметите, что стали гораздо лучше себя чувствовать. Телефон горячей линии 458-44-42 Я обращаюсь к людям, которым знакомы заболевания суставов, боли, прострелы, токоподвижность при артрозе и артрите, в том числе ревматоидном, при остеохондрозе, межпозвонковых грыжах и при подагре. Есть средства, которые могут обеспечить эффективный, что самое главное, проверенный способ восстановления. Ношение стелек с медно-цинковым активатором буквально реанимирует суставы и позвоночник, делая их гибкими и подвижными. А также обеспечивать здоровье всем нашим сосудам. После лечения с помощью уникальных стелек с медно-цинковым активатором мы чувствуем себя намного моложе, легче, веселее и бодрее. А главное, таких результатов можно добиться самостоятельно, без посторонней помощи, в домашних условиях. Для многих людей стельки с медно-цинковым активатором стали спасением в буквальном смысле этого слова. Что ж, спасибо за вашу беседу, за ваши советы. До свидания и будьте здоровы! Будьте здоровы!